здравствуйте друзья мы снова на open house завалились я вам показываю просто окрестности такой милейший милейший закуточек вот это тоже называется кул десак вот это кул десакность выражается с одной стороны в некоторой такой эксклюзивности с другой стороны в том что участки земли у этих домиков такой трапециевидную форму имеет вот и тут стоят так называемые айклеры эйклеры их там по-разному люди называют айклер и вот эти дома когда-то строились они были такими прикольными они сейчас по-своему прикольные снова входят в моду и вот вы видите перед собой типичный такой значит дом и он модернизирован то есть какой-то архитектор работал в описании к дому там написано какой это был архитектор то есть тут в некотором смысле хунта поработала значит светик что мы знаем про цену про площадь про размеры участка здесь всего три спальни и три туалета так две тысячи скверфутов 200 квадратных метров так участочек шесть тысяч триста двадцать четыре шесть соток стоит 6 дней на маркете и он 54 года почем вещь практически миллион девятьсот то есть миллион девятьсот люди хотят вот а наверное по-китайски они там миллион восемьсот восемьдесят восемь да это китайский способ назначить цену ну пошли смотреть вот вот тут в предбанничке находимся тут стеклом эти так сделана стеночка и мы заходим внутрь здесь явно как бы поработали люди тут пол достаточно современными вы видите давайте внутрь зайдем я сейчас в угол забьюсь чтобы так обозреть все нас очень мило очень-очень мило давайте мы начнем вот тут налево уходит коридорчик видимо там какая-то жизнь давайте пойдем туда так ну видно что дверки у шкафчика вот пол я хочу вам показать хороший симпатичный единственное что он такой шуршавый поверхность пола не очень ровно он он легко царапает а здесь вы видите что пленочкой видите они на светлый карпет пленочку такую наклеили чтобы народ не не попачкал ничего такой бедрум потолок но есть так они действительно здесь как бы чувствуется профессионализм в том как они и что они с ним делали не просто сказали но потратим сколько-то денег и продадим дороже грамотный народ работал санузел так светик расскажи прокомментируй так это ох ты бок ими кросс это ты про это да я говорю что это мастер спальни но что тут осталось от оригинального эти балки которые раздражают очень сильно то что они очень низко значит это вот меня не не раздражать они они очень классно покрашена понимаешь это ощущение что кроме то там есть голове там я чувствую немножко выше давай попробуем ты знаешь действительно там где изголовья но так под углом вверх немножко пошло до ну да простора больше до вот окна вот это стекла привет привет кайс вычланики то есть пикать нет включение по-венгерски кай так то есть это душ вот уже как сидишь валять и смотришь через стекло на мир и мир смотрит на тебя ты смотришь на мир и мир смотрит на тебя это не первый раз когда мы видим когда мы видим это из такой штуки крышу обычно кладут на любителям конечно люди сделали им нравится к современный такой материал да они хорошо сделали обработку этих балок на балками закрыли все там где-то красиво красивыми досточками очень много света конечно вот мы продолжаем движение по коридору здесь шкафчик плутяной а свет свет иди-ка сюда вот открою эту штучку прокомментируй дверку железную это даже не электричество это на это практически электронное сердце всего дома это такой центр коммуникации да тут телевизионный кабель интернет кабель телефонные дела сходятся сюда сходятся у них дом напичкана электроника вот судя по этой коробочке да мы с нами не сравниваем так движемся дальше еще одна спаленка это все левое крыло дома так за спиной меня выход во дворик а здесь светлана что у тебя расскажи да если человек сидит на толчке то дверью душа его просто стукнет то можно как-то проползти или он сказать товарищ подвиньтесь нет вообще я зайду помыться и все-таки это как бы считать да мастер шкафчики не старые но не 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 очень новые но все-таки так это вог-ин клозет при мастер ну что вот так пойдем на улице или что так пойдет на улицу так светик почему ты считаешь что цена сумасшедшая между что она просто высокой или не оправдана высокая в том что много лет назад эти кори они были совсем очень дешевые да и мы когда вы смотрели дома они нам совсем не нравились просто веселье ощущение такой что живешь не на улице до всех сторон стекло стекло и они тогда были дешевле относительно других то где вперед пройдем сейчас пошла мода на современные дома на более современные да 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 и тем как строительство это в общем-то там и дешевых это дом находится на слабе фундамента нет то есть дом на цементной плите этот дом под которым нет без брейс мы уже что за дерево такой страны вот это что это не знаю и чердака нет никакого то есть а это ты всякого какие потрясающие деревья у соседей цветы творится да видно что за ним ухаживать наверно вечером подсвечивает невероятность так ну что возвращаемся к этому дому и смотрим вот это новый забор друзья все говорят покрась его покрасьте как же такую красоту вон там старый забор как бы сушь какие смешные дверки на них собака есть или маленький ребенок был от чего они запирали вот эти дверки они запирают чтобы нельзя было пройти от собаки этим не запрешь она перепрыгнет да ладно пошли смотреть дальше так это входная дверь мы через нее вошли и потом вот мы ходили вот там потому коридорчик вот тут вот сюда мы направили наши стопы и там ходили а это такой open space здесь повыше потолок там пониже света задает риторический вопрос она говорит если это телевизор то откуда же его смотреть света ответа на твой вопрос нет это видимо это стейджинг в котором непонятно как смотреть телевизор висящий на это правда это правда телевизор надо либо перевесить либо мебель переставить в нишке да специальная нишка для телевизора в общем вот такие мелочи которые люди вообще что ты скажешь про этот мощный камин такое ощущение что доминная печь какая-то в том что весь этот дом держится на этом камине то есть поскольку он так архитектурно устроен что здесь несущим является этот камин да ты что еще какая-то стенка вот кирпичная кладка является несущей такое ощущение что они ее сверху чем-то выложили это не похоже на оригинальный кирпич но вот в этих домах где ничего нету нету не опоры не пола одни стены нету стекло сплошно как это у них таймер секунду секунду еще раз где спикеры да спикеры в стене это правда ну да да и они смотрели оттуда телевизор да то есть встроенные спикеры с ума сойти и здесь встроенные спикеры возле телевизор и над телевизором над телевизором тоже вот эти спикеры шикарно так наш с кухни можно тут же на каунтер подать и на месте употребить правильно вот этот каунтер тут все очень так удобно пошли кухоньку сделаем и наверное уже все пошли смотреть мы друзья на кухне маленький телевизор вот такая вот такая куколька ну она где-то немножко уже обшарпанная вот шкафчики такие здесь что интересно маленькие закрываются люди собрались и с риэлтором беседуют ну что след можем идти светик все-таки небольшой относительно дом да там сколько до 300 испании 3 туалетика 3 спальни 3 туалета он конечно очень уютном тихом месте он с нормальными школами хорошими почти нет земли и собственно и почти два миллиона и почти два миллиона вот ты считаешь нормально сейчас улетит со свистом или что ну смотри сейчас не такой прям рынок чтобы лишь на растолкотворение было нет народ ходит подходит еще раз он как тебе сказать он маленький 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 еще бы хотя бы одну спальню дело в том что когда получается количество спален да а вот в то время когда мы покупали самый первый наш дом да на троих три спальни было как бы ничего потому что одна мастер там два человека спят в одной спальне спит если у нас один ребенок да и еще одна компьютерным сегодня без компьютера трудно представить себе дом должен быть какой-то офис да а когда вот ты сам и если больше детей то не это место совсем получается тесноватенько и две тысячи скверфутов это совсем мало на самом деле по сегодняшнему в уфе как здесь уютно дети катаются смотри совершенно такой спокойно там машина очень милое место да ну что сказать дома как-то его сделали причем его обговорили в 2004 году на минуточку уже 11 лет прошло да поэтому он уже обшарпал с малька светик прокомментируй вот это что за дерево такое красивое и все хорошо хорошо света я тебе задам другой вопрос менее каверзный а вот вот это дерево тут нет и вот какой-нибудь японской ну вот он она и сакура вот это сакура вот это сакура наверное я так думаю мне кажется что это такое же точно как то нет нет но тоже белая это розовая друзья сейчас время цвести сакуре вот ну если найдем где покажем на самом деле по хорошему еще рано еще только февраль не закончился да сакура немножко позже в общем у нас у нас просто во дворе посадили еще не цветет но уже почки набухли да так вот мне очень нравятся эти дети которые там катаются это на самом деле признак хорошего нейбрахуда вот не во всяком родители разрешат детям значит вот так вот кататься